Сделано в Белоруссии. Блокит. Блокит. Подразумевают по собой домашние текстили, постельное, стволовое белье. Это все-таки ткани, они должны нести за собой какой-то такой освежающий эффект, наверное. И даже не освежающий, а то, что дает какое-то такое вдохновение. Соответственно, Блокит, мне кажется, достаточно хорошее название для такого замечательного продукта, как наш. Предприятие было основано в 1963 году. И это было, в общем-то, одно из самых крупных предприятий в бывшем Советском Союзе. Предприятие и было, и на сегодняшний день сохранило полный технологический цикл по производству тканей и швейных изделий, так скажем. Для домашнего текстиля в первую очередь. Ну, в том числе и для других отраслей, наверное, легкой промышленности. Во времена советской власти это было мощно. Один из гигантов, как в то время называлось, образующим предприятием в Барановичах. Фактически вот поселок, который находится вокруг, ну, можно сказать, полгорода построено силами этого предприятия. После окончания школы в 1983 году пришла работать на Барановичских лапчатобумажное объединение. Ну, после школы здесь сестра работала, брат, вот и я пришла сюда. Были годы тяжелые, конечно, когда многие ушли с нашего предприятия, не выдерживали на грузике, потому что зарплата упала, стояли, по пять дней в месяц работали. Для нашего предприятия вот этот переход экономики в советскую, более современную форму, он сложился достаточно сложно. Без поддержки той, которую оказывала государство все это время. Предприятие было очень тяжело. В 2010 году мы пришли на это предприятие. Концепцию, по которому работало изначально предприятие, пришлось пересмотреть, потому что предприятие было, ну, поставщиком, в первую очередь, полуфабрикатов, пряжи, суровых тканей для предприятий белорусской легкой промышленности. Что-то поставлялось на экспорт, но, в общем-то, было достаточно низкодобавленное стоимость. И мы ушли от продажи полуфабрикатов за это время, фактически пряжу мы на сегодняшний день не продаем, даже покупаем. А к выпуску готовых изделий, швейных изделий. И, в общем-то, как бы, ну, это была одна из основных, одна из основных задач, которую мы перед собой поставили. Параллельно с этим могу сказать, что мы при поддержке президента начали модернизацию, масштабную модернизацию на предприятии. И, фактически, в течение чуть больше, чем полутора лет мы установили больше, чем 200 единиц нового технологического оборудования. Сегодня это современнейшая фабрика, и я хочу сказать, что на территории постсоветского пространства, и, можно сказать, что даже и в Европе, аналогичных предприятий такого технологического уровня нет. На сегодняшний день основные поставки хлопка у нас идут из стран Средней Азии. Это Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, ну, и некоторые есть частичные поставки Пакистана и Турции. Хлопок отбирается только высшего качества, для того, чтобы товар получался изумительного качества. Чем лучше хлопок, тем лучше будет дальнейшим товаром, которым будет радовать не только нас, но и всех наших покупателей. Когда приходит на предприятие хлопок, проводит испытания, из чего он состоит, что в нем есть, и какие сортировки дальше из него составлять. Путем обработок на достаточно большом количестве оборудования получается из этого хлопка пряжа. Если мы хотим получить какие-то смесовые ткани, мы-то закупаем специальную пряжу со смесью, смеси с льном, смеси соискозой, смеси с полиэфиром. Но большинство наших тканей мы все-таки производим хлопчатобумажные. С прядельной фабрики пряжа поступает ткацкое производство, где из этой пряжи ткутся ткани суровые, а потом из суровых тканей получаются готовые ткани путем длительного процесса обработок, химических обработок в отделочном производстве. Процесс, при котором это происходит, он сократился, увеличилась производительность ткани получаются, обеленные ткани у нас, достаточно хорошей белизны, хорошей капиллярностью получаются, и это облегчает дальнейший процесс прохождения ткани. У производственников и промышленников всегда очень много карт в рукаве для того, чтобы сделать продукт. Может быть, чуть-чуть дешевле, но при этом и покупатель, наверное, на первый взгляд его не заметит. Постельная белье – вещь достаточно интимная, и она связана и со здоровьем, и связана, наверное, с достаточно большим времяпрепровождением в компании с нашим продуктом. Поэтому то, насколько честно, технологически честно, да, выполнены эти операции, зависит от того, насколько будет комфортно и безопасно использовать данный продукт. Качество у нас очень хорошее, у нас 100% выпускается хлопок, разрабатывается очень много новых артикулов. Сейчас осваиваются трехметровые жаккардовые сатины, очень много трехметрового столового белья. А в связи с установкой нового оборудования у нас просто появились новые возможности. Основной бренд – это «Блокит». Значит, у нас еще есть больше эконом-бренд – это «Паулинка». И есть премиум-бренд – это «Люсо». Благодаря широкомасштабной модернизации нашего предприятия мы получили уникальный продукт. Это жаккардовые ткани и ткани различного назначения и структур шириной до трех метров. Благодаря чему мы значительно расширили наш ассортимент. А также это позволило создать несколько торговых марок. Лицом предприятия является торговая марка «Блокит», где в широком ассортименте представлена наша коллекция столового и постельного белья. Коллекция столового белья представлена хлопчетобумажными тканями, также хлопкольняными тканями, полиэфирными тканями. Коллекция постельного белья представлена бядевой коллекцией. Это полотняное переплетение достаточно высокого качества и приятно удивить вас расцветками и цветовой гаммой. Коллекция поплинового белья – это более плотная структура, более тонкая и воздушная структура, что тоже приятно удивит изысканного и требовательного покупателя. А нашей гордостью является сатиновая коллекция. Это хлопковый шелк. Сделано в Белоруссии. Блокит. Предприятие фактически не торговало на экспорт. И основная первая задача, которая была – это закрыт внутренний рынок. На сегодняшний день мы занимаем порядка 60% рынка по группе постельного белья. Сейчас мы очень активно работаем со столовой группой постельного белья. Мы открываем магазины. У нас очень достаточно хорошо отработана технология средний и мелко оптовых продаж. И мы сейчас ее продвигаем. И, конечно, первая задача была закрыть свой рынок и не пустить себя в Украину. Наши внешние рынки – это Россия, как самый близкий, самый простой рынок в таможенном пространстве. Вторым этапом мы уже сделали уклон такой на Украину, который в этом году, кстати, очень хорошо себя показывает. И, я думаю, по объему практически приблизится к России. Ну и третьим этапом – это у нас идет развитие европейского рынка. Страны ЕС, Сербия, Черногория – вот такие страны. И были разовые поставки в Италию и Финляндию. Тот набор технологического оборудования, тех технологий, которые мы на сегодняшний день имеем, они позволяют делать продукт любого качества, вплоть до самого-самого высокого. Поэтому я могу сказать, что переговоры и люди, которые к нам приезжают, они всегда приятно удивляются нашему качеству, качеству нашего продукта. Поэтому сегодня очень много запросов и заказов и поставок уже пока небольших на европейский рынок. Но количество этих запросов и заказов увеличивается каждый день. На самом деле у нас всего 12 магазинов. К этому вопросу мы подошли на самом деле только-только в прошлом году, достаточно серьезно. На сегодняшний день отработан формат этих магазинов. И магазин достаточно успешно работает. То есть людям нравится наш продукт. Я еще раз повторю, что мы развиваем продукт и мы продолжаем удивлять наших клиентов. И в этом плане я могу так сказать, что то, что человек думает про белорусский текстиль, заходя в наш магазин, у меня не меняется. Потому что мы делаем вещи достаточно интересные. И при этом могу сказать, что за достаточно скромные деньги. Для того, чтобы стать ближе к своим покупателям, наше предприятие активно развивает собственную товаропроводящую сеть. На сегодняшний день функционирует уже 14 фирменных магазинов торговой марки «Блокит». Три из которых работают по франчайзингу. Их адреса вы можете узнать на нашем сайте «Блокит.Биуай» в разделе «Фирменная торговля». Для наиболее полного удовлетворения потребностей наших покупателей, для создания уюта и гармонии в их домах, наши фирменные магазины предлагают полный ассортимент продукции, выпускаемой нашим предприятием. Это ткани лучших сортов хлопка. Это изысканные коллекции постельного белья из бязи, паплина, сатина, жаккарда. Это эксклюзивное столовое белье. Это нежное махровое изделие, подушки, одеяло, детский домашний текстиль. Посетив наши фирменные магазины, вас точно так же будет переполнять чувство гордости за высокое качество продукта, произведенного в нашей родной Беларуси. Я на сегодняшний день внедрен формат мелкой и средней оптовой торговли с возможностью покупки как за наличный, безналичный расчет. У нас уже шесть таких оптово-розничных магазинов. Сейчас мы прорабатываем, и в ближайшее время будут оптовые несколько в России. Это, в первую очередь, Санкт-Петербург, это будет Иваново, это будет Иркутск, это будет Москва, это будет Тула. То есть, ну, это пять-шесть магазинов, мы планируем в течение 2016 года открыть там. В общем-то, как бы, это большая гибкость с точки зрения продаж, это гибкость с точки зрения обратной связи с рынком. Мы на сегодняшний день выпускаем в месяц порядка 300 дизайнов. То есть, это, ну, достаточно серьезный объем. Мы постоянно поддерживаем на складе минимум 40 дизайнов в швейных изделиях по каждому артикулу ткани, каждому артикулу, да. И, в общем-то, как бы, гибкость, которая на сегодняшний день есть на предприятиях, она позволяет удовлетворять, в общем-то, любые запросы. Ну, по-перше, как бы, шукаем мы не сами, мы працуемся командой. У нас есть отдел маркетинга, який заследует рынок, и нам получает такие головные тенденции. Так само у нас есть специалисты отдела продажи, який подказывает, який валюнки будет добры продаваться, який горш. Вот. И мы, сгодно с их потребованиями, распрацовываем идеи. Потом гэта идея представляем нам остатский совет. Деи, идеи, яке проходить, отбор на остатском совете, они далей уже, наверное, больше докладно промалевываются. Вот так. Вот были распрацованные малюнки, как это для таких, ну, дробно-рапортных малюнок, и он с мартышками, потому что наступный год, это год мартышки. И так само было распрацовано до их три рушника. И так само таки вось малюнок для абрусов и сурветок со снежинками. И он был выпущен у трех колоритах, червоным, шаром и блакитным. Да, вы не поверите, али в таком моменте, как я начала тут працевать, я веру в то, что комплект постельный белизный, либо столовый белизный, это левший подарунок. И усе мои близкие уже отримали от меня подарунок нашу продукцию. Лично для меня блакит — это уже, наверное, четвертый ребенок в моей семье, на самом деле. И не могу сказать, самый любимый или не самый любимый, чтобы не обидеть остальных детей, но то, что самый беспокойный, это точно. Я, например, без этого предприятия себя уже мало представляю. Мне здесь все очень нравится, мне нравится моя работа. Я любуюсь нашими тканями. Мне, конечно, уже немного осталось до пенсии, два года, но на таком оборудовании, с таким отношением хочется работать еще и еще. Сам процесс выхода первых метров от беленных тканей на этом, на новом оборудовании, это дорогого стоит. Блакит — это гарантия качества. Блакит — это разумная цена. Блакит — это долговечность, комфорт. Блакит — это не только место працы, а это место, где я реализую свои сдольности, а также очень добрый працанок коллектива, потому что каждый день я иду на працу с радостью. И я думаю, что это очень важно для каждого человека. Качество, я еще повторю, это в первую очередь символ «Верю-не верю». Если мы начнем играться с этими делами, просто люди перестанут нам доверять. Качеству продукта либо веришь, либо нет. Если мы ставим блокит, это, соответственно, как знак качества нашего продукта. Субтитры создавал DimaTorzok